Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности. И сегодня прекрасная новость, потому что я запускаю новую рубрику на своем канале, которая называется «Техники по управлению реальности». И я отныне буду делиться с вами, стараться делать это с регулярной завидностью, ну, в общем-то, буду стараться, делиться с вами классными техниками, которые вы сможете использовать в своей повседневной жизни для того, чтобы научиться создавать ту реальность, которую вы хотите. Техники будут максимально простые, классные, понятные. Некоторые из них будут, возможно, дополняться и дорождаться прямо здесь и прямо сейчас, но самое главное – это сделать так, чтобы вы могли их А. Понять, Б. Запомнить и С. Применять. Так что давайте, собственно, начнем. Я хочу попросить вас, если вы вдруг случайно не подписаны на мой канал, давайте-ка, наконец-то, это сделаем. Поставим на колокольчики, чтобы ничего не забывать. В общем, превратимся в настоящих фанатов, ютюберов. Ну, в общем, мне будет это сильно приятно, и вы будете меня мотивировать не забывать ничего делать. Но я вам расскажу и о такой технике, которая поможет вам ничего не забывать. А теперь по порядку. Итак, сегодняшняя техника называется «Мясорубка». И задача этой техники – научить вас думать правильные мысли. Конечно, лекции я сейчас могу давать на эту тему много, но давайте вкратце. Дело в том, что человек состоит из набора мыслей, которые он думает. И наши мысли воспроизводят нашу реальность. Чтобы вам было более понятно, расскажу вам так. Если у вас плохое настроение, и вы находитесь в каком-то состоянии угнетенном, у вас все время стресс, и вы какие-то там в голове решаете проблемы, то не удивляйтесь, что и в вашей реальности у вас очень много проблем. Мало того, они начинают на вас налетать, ну, как мухи на мед, только немножко не мухи и не мед. Ну, будем корректными. Поэтому, для того, чтобы мы с вами могли научиться вообще этим процессом управлять, нам нужно немножко разобраться. Если бы я вам рассказывала про тело, я бы вам сказала, если вы хотите классную фигуру, вам, ребят, необходимо внимательно смотреть, что вы кладете в свой рот. Потому что даже если вы тренируетесь, занимаетесь, и весь такой атлет, любой спортсмен знает, что питание – это 70% успеха. И если вы полюбляете кушать булочки, мороженое, пирожное, и никак не следите за тем, что вы едите, то стоит ли удивляться, что ваше тело какое-то, мягко говоря, мигусенькое, такое расплывчатое, ну, и, в общем-то, выглядите вы не очень. Ну, вот точно не девочка с обложки журнала. Мы все это с вами понимаем, мы не будем рассматривать историю, да, о том, как мы любим находить оправдания, мы это понимаем. И часто мы говорим, блин, я так люблю поесть, ну, мне так нравится этот фастфуд, этот Макдональдс, мне так нравятся эти пирожки и булки, ну, да, выгляжу я не очень. Ну, это генетика, но это все мы также оставим на потом. Взаимосвязь ясна. Что мы кладем в рот, такой результат мы имеем в теле. Наша с вами голова и наш с вами мозг устроен ровно по такому же принципу. Потому что те мысли, которые мы с вами думаем, в результате и определяют ту реальность, которая у нас с вами есть. И для того, чтобы вам был более понятен этот процесс, я хочу рассказать вам это на своем любимом примере, любимой метафоре, которая называется мясорубка. Итак, я подготовилась, нашла у себя дома вот такую замечательную мясорубку. Она у вас может быть с ручкой. У меня мясорубка для ленивых с кнопкой, где просто нажимаешь, но запихнуть в нее чего-то надо. Так вот, давайте с вами рассмотрим такой изначально простой момент. Если мы сейчас положим сюда кусок мяса, вот сюда, то вряд ли у нас отсюда с вами выйдет, например, лук. Ну, только может быть старые остатки, если вы фиговая хозяйка и не помыли мясорубку. Но я надеюсь, что вы не такая. Итак, кладем мясо, получаем мясо. Если мы сюда положим с вами, например, хлеб, мы получим с вами хлеб. Ну, я не буду дальше в остроумии, да, если мы положим песочное тесто, мы получим песочное тесто, точно не будет так, что мы сюда с вами положили мясо, а получили тут шоколадную конфету. Так сто процентов не будет, и вы это понимаете. Окей, тогда давайте представим, что наша голова с вами, это вот эта самая часть, куда мы все засовываем. Только засовываем мы сюда с вами что? Мысли. Скажите, пожалуйста, обычно, когда вы используете мясорубку, вы в нее просто все кидаете, да? Ну, такая пришла какая-то ручки дурненька баба, накидала всего туда, вот так вот потом что-то получила, и потом говорит, детки, мать приготовила вам поесть. Ну, сильно в этом я заблуждаюсь. Нет, вы думаете, что бы мне такое приготовить? Ага, приготовлю я голубцы, значит, что мне туда надо? Мясо положу, тут свининки, тут говядину или курочку, сюда лучка добавлю, сюда морковки. Вы думаете, у вас есть некий рецепт. Так вот, в вашей жизни и ваши мысли являются ингредиентами некого рецепта, только рецепта обычного человека нет. Потому что человек потребляет мысли. Что такое мысли? Это все, что вы слышите, весь информационный поток, который заходит в вашу голову. Да, он контролируется у вас с помощью некоторых систем, поэтому какие-то вещи вы слышите, какие-то нет, мы об этом поговорим потом. Самое главное, что вы должны понимать. Вот вы пришли на работу, а ваша такая там соседка, или как она называется, коллега, ой, ты знаешь, ой, это мужик, такого натворил, ой, и вот это все на вас выдало. А там, ой, да у меня вообще, у меня денег не хватает, у меня ды-ды-ды, и каждый на вас выливает все эти проблемы, и вы вместо того, чтобы думать о своей работе, что-то делать, вы что делаете? Вы берете и все это нагреваете в себя, и начинаете, значит, с ней, да, он вот такой, а тут в стране проблема, а шеф, шеф, скотина, вообще, и вот вы в это включились. Дальше вы включаете, что? Телефон, а там еще множество всяких новостей, куча обсуждений, если вы еще, не дай бог, пользователи фейсбука, это вообще караул. Если вы смотрите телевизор, это отдельная история, если вы ездите на общественном транспорте, это дополнительная информация, и вот в результате ничего от вашей собственной жизни, от ваших целей, стремлений в вашей голове нет. Вы положили туда хлам. Мало того, там огромное количество проблем, расстройств, страхов, ужасов. И вот вы так просыпаетесь утром и думаете, что это в жизни у меня как-то не сильно. Откуда вот это денег не хватает, какие-то семейные проблемы, все никак, ничего не могу себя собрать, как выгляжу не нравлюсь, синяки под глазами, мать твою старость подокралась. И вот вы не можете понять. Вы такой чешете голову, думаете, блин, надо подождать, надо подождать. И вы продолжаете закладывать в свою мясорубку все то, что привыкли, совершенно не занимаясь никаким отбором. Так вот, запомните очень простую вещь, что те мысли, которые мы допускаем в свою голову, ту реальность мы с вами и получаем. И точно так же, как в мясорубку, мы можем по собственному выбору закладывать какие-то продукты, для того, чтобы понимать, что мы хотим получить на выходе. То же самое происходит и с нашими мыслями. Потому что мы имеем право и возможность выбирать мысли по собственному выбору. Но делать мы это начинаем только тогда, когда осознаем вот эту взаимосвязь между тем, что положишь, то и получишь. До тех пор, пока мы этого не понимаем, мы как совершенно какие-то, ну, необразованные, неграмотные люди продолжаем пожирать пончики, картошку и, в общем, вести такое обжорство и при этом не понимать, что же в джинсы-то не влажу, ну, что ж такое-то, вроде же немного съела. У меня когда-то была замечательная подруга, которая ела гранулу по утрам. И она съедала приблизительно где-то на полторы тысячи килокалорий этой гранулы в стакан. И она считала, что это диетическое питание, потому что это же гранола, ну, это же ничего такого в ней нет. Она говорит, я странно, мало ем, а никак не могу похудеть. Так вот и здесь, если в вашей жизни происходит чехарда, обратите внимание на то, какие мысли вы для себя выбираете. А в следующих видео я расскажу вам дальше, каким образом с этим работать, какие техники помогают вам выбирать правильные мысли, как контролировать, собственно, правильные у тебя мысли или неправильные, как вообще эти мысли влияют на нашу с вами жизнь, что это за такая единица, при чем здесь то, что я думаю, и то, что в результате находится в моей реальности. Мы с вами дальше обязательно избавимся от различных заблуждений на тему того, что для того, чтобы быть счастливым, богатым и успешным, нам нужны обязательно суперсвязи, родители, большое количество денег, что если ты родился просто обычным человеком, то в принципе можно надеяться только на везение. Мы с вами создаем свое везение сами, так же, как и свою реальность. Поэтому ставьте, пожалуйста, лайки этому видео, если оно вам понравилось, вы можете задавать мне свои вопросы и подбадривать меня классными комментариями для того, чтобы у меня было много-много мотивации, а это значит много-много энергии, чтобы делать для вас классные видео, а вы, в свою очередь, применяли эти техники и изменяли свою жизнь, создавали ее богатой, классной, офигенной, потому что чем больше богатых и классных людей, тем лучше наш мир, так что поработаем над этим вместе.